Испортить праздник не смогла даже ненастная погода. Запечатлеть торжество и проникнуться настоящей новогодней атмосферой спешили и взрослые, и дети. На главную городскую площадь в дождливый субботний вечер брещане приходили с семьями. Какой бы дискомфортной ни была погода, торжественное открытие елки – это всегда любимое мероприятие, полное радостных переживаний и предвкушения волшебных событий. А потому, вооружившись хорошим настроением и зонтами, брещане окунулись в новогоднее гулянье. Ощущение праздника есть. Мы, брещане, рады, довольны, что будет открываться наша елка, то, что кругом так красочно и красиво. Всего доброго нам и нашему городу. Желаю брещанам крепкого здоровья, мира, успехов в работе, процветания, чтобы город у нас становился краше, лучше, люди добрее. Счастья всем, здоровья в наступающем году. Город красивый наш. Думаем, что на Новый год встретим Новый год очень хорошо и весело. Хорошей погоды, хорошо отметить Новый год, чтобы все плохое осталось в старом году. Хорошее ощущение, красивая расцветка, мне нравится это все. Брест вообще мне нравится, это хороший город. Праздник получился зрелищным и нестандартным. Всю программу создали сами брещане. Участие в подготовке приняли многие предприятия и организации. Среди тех, кто создавал новогоднее настроение, артисты, многочисленные творческие коллективы, различные спецслужбы города. Последние устроили поистине незабываемое и креативное шествие. Машины МЧС, скорой медицинской помощи, милиции, ГАИ, строителей доставили на праздник главных героев вечера Деда Мороза и Снегурочку. Правильнее сказать, целую армию сказочных персонажей. Особого внимания заслуживал интерьер главной городской площади. Оригинальные объекты иллюминации, огромные шары, царская карета, пестрящие яркими красками фонтаны и многие другие арт-конструкции притягивали брещан как магнит. В своем выступлении градоначалик Александр Рогачук отметил, что созданное настроение, помноженное на задачи по подготовке к тысячелетию, в итоге сделают Брест еще более ярким, красивым и праздничным. И в подтверждение сказанного, главная лесная красавица города торжественно зажглась огнями. Мы ставим задачу каждый год наращивать праздничную иллюминацию нашего города. И практически в этом году мы завершили только первый этап. Это улица Ленина и площадь Ленина, она по периметру уже осветилась. Да, здорово, так красиво, но есть еще улица Московская, улица Машерова, которая просто обязана сверкать, как и весь город, вот такими огнями. Поэтому что-то получается, что-то не получается, но город Брест должен быть ярким, красивым, светлым городом и в прямом, и в переносном смысле. То, что мы экспериментируем с елкой, и такой елки больше нет ни у кого, потому что замечательный логотип тысячелетия, ну мне лично нравится, думаю, что нравится большинству наших жителей. Но больше всего меня поразило, что несмотря на непогоду, тысячи брещан пришли сегодня открывать нашу главную елку. Эффектно разместившиеся вокруг центральной площади арт-объекты, праздничная иллюминация, яркие выступления брестских артистов, парад деток морозов и снегурочек, завораживающее огненное шоу. Несмотря на то, что погода не баловала горожан, атмосфера, царившая на празднике, была волшебной, теплой и невероятно энергичной. И это результат усилий каждого жителя Бреста. Следующий год будет очень ответственным для областного центра, а потому в 2018 город вступает с грандиозными планами и надеждами. Нам предстоит практически завершить строительство основное всех объектов, чтобы в 2019-м только наводить общий марафет, общее озеленение, общую подсветку. Это очень ответственный год и для строителей, и для органов власти. Но я не сомневаюсь, что у нас все получится.